Оперативное совещание началось с юбилейного поздравления президента Видновского мотовольного клуба «Металлург» Валерия Нефантьева. Также глава округа Алексей Спасский и председатель Совета депутатов Станислав Радченко вручили благодарность уполномоченного по правам человека Российской Федерации Владиславу Рымше и диплом финалиста конкурса «Лучшая сельская детская школа искусств» Ирине Андрушко, директору Разбилковской ДШИ. Награды, конечно, стимулируют, тем более, что детская школа искусств поселка Развилка, она вошла в этап своего развития. Совсем недавно мы переехали в новое здание, пока мы привыкали к нему, и вот буквально уже последние полтора-два года мы работаем в полном режиме. У нас много очень планов, у нас очень много интересных проектов, у нас отличный коллектив, очень талантливый. Далее была заслушана информация из единой диспетчерской службы. В настоящее время проходит тушение сложного пожара на 32-м километре в КАТ, в здании мотеля. О ситуации с коронавирусной инфекцией в округе доложила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической сети Видновской районной клинической больницы Елена Зинатулина. За неделю выявили всего 67 случаев. Количество выздоровцев увеличилось на 350 человек. На сегодняшний день на амбулаторном этапе у нас лечатся 4 415 человек с вирусным вниманием 56 человек. Стационарность состоит 341, наши жители Вейско-городского округа 71. Елена Зинатулина отметила, что ситуация с COVID-19 в округе стабильная. Во многом этому способствует массовая вакцинация. От коронавируса на сегодняшний день привито порядка 85 тысяч жителей муниципалитета. Далее представители управляющих компаний рассказали о подготовке к зимнему периоду обслуживания многоквартирных домов. Все готовы, аварийно готовы, создана с ДОП-бригада по устранению всех возможных аварийных ситуаций. 25 человек дворников, 4 единицы техники, дополнительно 2 подрядчика на вывоз тоже в график составленных, если потребуется, было вывозить. Об основных вопросах, которые поднимались на заключительном в этом году заседании Совета депутатов и о работе на ближайший период рассказал председатель Совета депутатов Станислав Радченко. Завершаем год финальными уже встречами с жителями по итогам работы каждого депутата за прошедший период. Здесь хочу также поблагодарить наши «Видновские вести» и «Видное ТВ» на зарподдержку в масс-миле. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский подвел итоги работы, проделанной администрацией муниципалитета, и поздравил с наступающими праздниками. Хочется думать о хорошем, хочется говорить добрые, теплые слова, и пусть у каждого новогодний праздник, по крайней мере, новогодний праздник пройдет, скажем так, радостно, тепло, уютно в семье или где вы как-то это пожелаете. Если говорить о 10-дневных праздниках, каникулах, то все люди опытные, никого не хочется там не стращать, не пугать, не держать в каком-то тонусе, нужно в таком хорошем, слегка напряженном рабочем режиме пройти, чтобы было время и отдохнуть, но и в то же время, чтобы жители чувствовали себя максимально комфортно.